Здравствуйте, ребята! Сегодня урок чтения мы начнем, конечно, вы догадались, с проверки домашней работы. Вам задали пересказать третью часть отрывка из повести «Ты не сирота». Надеюсь, вы все подготовили пересказ. Ну что ж, тогда ответьте мне на мой вопрос. О какой замечательной черте узбекского народа повесть «Ты не сирота»? Конечно, о том, что щедрое сердце нашего народа согреет каждого человека, как солнце. Сейчас, ребята, наше поколение живет в 21 веке. Мы радуемся жизни, получаем образование, работаем. Но благодаря кому мы способны все это делать? Этих людей сейчас все меньше и меньше. Их уже почти не встретишь в магазинах, на улице, в метро. Ветераны Великой Мировой Войны уже очень пожилые люди. Но именно благодаря их невероятному подвигу наша страна осталась великим государством. Ребята, многие писатели написали произведения о войне. Вы уже даже знакомы с одним из произведений Рахмата Файзи «Ты не сирота». А сегодня мы с вами познакомимся с произведением Чингиза Айтматова «Солдатенок». Но сначала послушайте биографию Чингиза Айтматова. Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 года в киргизском селе Шекир. В семье крестьянина – активиста, который впоследствии стал государственным деятелем. После восьми классов общеобразовательной школы Чингиз поступил сначала в зооветеринарный техникум, а затем в сельскохозяйственный институт. Публиковаться он начал в 1952 году на родном киргизском языке. Писатель издавал многие произведения за рубежом на немецком языке. Среди них «Белое облако Чингизхана», «Детство в Киргизии», «Снежный барс» и многие другие. Когда Айтматову исполнилось 70 лет, ему присвоили звание Героя инородного писателя Киргизстана. Ну что ж, а теперь познакомимся с произведением Чингиза Айтматова «Салтатенок». Первый раз он увидел отца в кино. Произошло это в той большой белой кошаре, где проводят в стрижку овец. Ребята, кошара – это загон для овец. Его мать Джейнгуль, телефонистка почтового отделения, каждое лето брала отпуск и работала здесь до последнего дня стрижки. Ребята, телефонистка – это человек, соединяющий телефонных абонентов при звонке по телефонной линии. Он первым увидел, как во двор кошары приехала кинопередвижка и первым пустился оповещать всех об этом чрезвычайно радостном событии. «Кино приехало! Кино!» Ребята, кинопередвижка – это передвижное устройство для показа фильмов. Они с матерью примостились на тюках шерсти позади других. Отсюда было виднее. Мать вздыхала, порой испуганно вздрагивая, и крепче прижимала его к себе, когда танк метил прямо в них. Война шла. Киноаппарат стрекотал. Ребята, киноаппарат – это аппарат для киносъемок или для показа кинофильмов. Теперь на экране появились артиллеристы. Ребята, артиллерист – это состоящий на военной службе в артиллерии. Под шквальным огнем среди взрывов и дыма они толкали орудия вверх по склону оврага. По этому долгому и широкому склону с кипающими черными всплесками взрывов двигались артиллеристы. Один из артиллеристов не походил на русского. Может, мальчик и не обратил бы на него внимания, если бы не мать. Она шепнула – смотри, это твой отец. И с этой минуты он стал его отцом. И весь фильм потом был про него, про его отца. Отец оказался совсем молодым, как молодые совхозные парни. Рост он был небольшого, круглолицый, с быстрыми глазами. Глаза его зло сверкали на черном от грязи и дыма лице. И весь он был цепкий и стремительный, как кошка. Почему он так сказала? Зачем? Возможно, разволновалась. А он, малыш, поверил. Пусть они увидят его отца, и чабаны пусть увидят. Каждый чабан обязательно спросит. Ну, джигит, как же звать тебя? А волбек, чей же ты будешь? Я сын Токтасуна. Так велела отвечать мать. Ребята, чабан – это пастух, пасущий овец. Ребята, ответьте мне, пожалуйста, на вопросы. Где мальчик впервые увидел отца? Правильно. Первый раз он увидел отца в кино. Что проводилось в кошаре? Верно. В кошаре проводилась стрижка овец. А когда приезжала кинопередвижка, то показывали кино. Но, кем работала мать мальчика? Мать мальчика работала телефонисткой почтового отделения в совхозе. Ребята, как вы думаете, почему мать решила назвать солдата из фильма «Отцом мальчика»? Подумайте. Да, возможно, просто так, случайно. Возможно, смотря фильм, разволновалась, вспомнила мужа. А может, просто хотела, чтобы ее сын никогда не забывал своего отца, который тоже погиб на фронте. Он знал своего отца только по фотографии, которая висела на стене под стеклом. Ребята дома, прочитайте страницы 193-195 и кратко перескажите первую часть. А вы, уважаемые родители, пожалуйста, проконтролируйте выполнение домашнего задания вашими детьми. Спасибо за внимание. Урок окончен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова